Здравствуйте! Сегодня готовим армянский суп из чечевицы. Я нашел этот рецепт в книге о армянской национальной кухне. Мне он понравился своей простотой. То есть с него легко можно научиться начинать варить супы. Поэтому если вы только что начинаете, только учитесь готовить, пожалуйста, примите этот рецепт на заметку. Для этого нам потребуется, естественно, чечевица. Я сделал двух сортов. Канадская и чечевица такая розовая, розово-оранжевая. Сейчас она розовая, она была первоначально такая ярко-оранжевая. Вы можете делать либо из того, либо из другого. То есть возьмите просто любую чечевицу, замочите ее заранее, промойте раз 5-6-7, пока она не будет чистая. И замочите ее на ночь, там, или часа на 3-4-5. Чем больше она будет намыкать, тем она потом мягче будет. Это первое. Второе. Топленое масло. Мне этот рецепт понравился, я фанат топленого масла. Значит, лук. Лук-резонец. Ну, это такой дополнительный, но необязательный ингредиент. Но лучше, чтобы он был. То есть зеленый лук. В данном случае лук-резонец. Пять картошин, одна большая и так четыре средних. И баранины. Баранину предварительно я сделал в бульон. Бульон варил до полуготовности баранины. Не полностью вываривал так, чтобы он от кости отходил, а так, чтобы он оставался на кости. Но весь жир оттуда я вытопил, чтобы лишнего жира, вот этого запаха, его не было. Я не очень его люблю в данном случае, потому что жира, как бы, достаточно. И так постоянно борьба идет с этим жиром. Поэтому лучше, чтобы его в гороховом супе не было. Вернее, в гороховом, а в супе из чечевицы, чтобы его не было. Да и в гороховом тоже. Вот, кстати, гороховый суп мы недавно делали, вот, снимали в этой съемочной серии. Снимали с белыми грибами. Поэтому посмотрите в один из соседних выпусков. И увидите там замечательный рецепт горохового супа с белыми сухими грибами. Очень благородный получился. Как бы это странно ни звучало. Итак, приступим. Сейчас у меня кипит бульон на плите, и я иду закладывать туда в заранее размоченную чеченку. Обжаривать будем на топленом масле. Если нет этого лучка, возьмите зеленый лук. Он дополнительный вот аромат зелени придаст. Но если нет зеленого лука, берите простой репчатый. В принципе, ну, будет поменьше красок, но будет неплохо. Но лук обязательно нужно брать. То есть вообще от лука отказываться в этом рецепте, я думаю, не стоит. Зеленый лук идет как дополнительная опция, а репчатый лук идет как обязательный. От него нельзя отказываться. Нарезаю я, ну, средний, не очень мелко и некрупно. Все. Иду ставить сковородку на огонь. Пришло время разбирать мясо. Перебирать его, разрезать на мелкие кусочки. Напомню, что я его варил до полуготовности. То есть не до окончательного. Вышел жир, все вытопилось, прочистили, промыли. Бульон есть достаточно такой нормальный. И вот сейчас объясню, когда мы разрезаем, вот он. Я сейчас покажу. Вот он, красное мясо еще. Оно не до конца не готово. Его можно есть, в принципе, но оно до конца еще не это, не выварилось. Я вот такие вот порционные кусочки нарезаю его. Внутри оно еще не вытопилось. Поэтому совсем уж постный наш суп не будет. Вот смотрите, какая красота. Как раз там обжаривается лук. Как раз растапливается топленое масло. И будем закладывать туда нашу подваренную баранину. Чтобы еще дополнительно пообработать ее с луком. В сковородку закладываю нашу баранину. В активно обжаренный лук. И чуть-чуть дробленого перца. Буквально по вкусу. Конечно, очень хорошо сочетаются чечевицы с дробленым перцем, с луком, ну, баранину, само собой. То есть, это такой очень хороший, вкусный и самодостаточный такой букет. Вот вся эта, вся эта дружба. Вот посмотрите, какая красота. Кубиками нарезаем картошку. Даже можно сказать, такой полусоломкой. Вот таким образом. Замечательно. Идем закладывать картофель в нашу кастрюлю с вареной чечевицей. Сейчас температура слегка упадет. И после того, как кипение возобновится, мы где-то ждем минут 5-6. Проверяем все на соль. И выкладываем туда содержимое нашей сковороды. Вот пока варится чечевица и картошка, снимайте, пожалуйста, всегда пену. Ну, вот уже почти все. Сейчас мы будем уже соединять наше содержимое нашей сковородки и содержимое нашей кастрюли. Вот так вот. Видите? Раз. И выкладываем. В прошлом году я был в Армении. Мы ездили по Кавказу, по Южному, и по Грузии, и по Армении, и по Азербайджану. И, конечно, ну, кавказская кухня, и армянская кухня в отдельности. Конечно, очень вкусная все. Привески оттуда, дополнительное количество килограмм. Расстроился, когда взвесился. И это, конечно... А отказаться как? Все пробуют, все вкусно. В гости еще приезжали, туда-сюда. Еле отпускают, составатые, еле вылезаешь. Но они же видят специалисты по еде. Я думаю, что это тоже будет вкусно. Сейчас поварим еще минут 15, я думаю. Зальем дополнительно водой, чтобы не такая густая масса была. Вот как раз здесь есть место, чтобы удалить водичкой. И все будет готово. То есть, минут через 15 будем накрывать на стол и попробовать наш армянский суп с чечевицей. Опа! Армянский суп из чечевицы готов. Какая красота! Ох, красота какая! Надо побольше мяса. Побольше мяса. Ну, тут мяса достаточно, конечно, на все. На эту ложечку. Это же образец, нужно побольше мяса. Мясо побольше, как Ванька Жуков. Еду. Сухарей не надо. Красивый суп получился. Естественно, к армянскому супу что можно подавать? Какой хлеб? Естественно, армянский лаваш и петрушку. В рецепте так и написано. Надо посыпать все петрушкой. Поэтому я посыпаю все петрушкой. И, ну, так на всякий случай, чесночок кладу, потому что чечевица, как бы, да, с чесночком сочетается. Ну, это уже на любителя. Там это не регламентировано. Но вот сочетание вот этого супа и петрушки, оно обязательно в нашем образце. Так, ответственный момент. Осваиваем очередную национальную кухню. Надо попробовать. Но я вам вот что скажу. Я вот, мы были в Армении, конечно, тяжело найти какой-то вот оригинальный суп. Распространенные супы, да, они есть. Такие, ну, стандартные. А вот какой-то особенный суп, редкий суп, да как и везде, в общем. Это делается, наверное, редко делается уже в таких, в семейном кругу, наверное. Ну, ладно, с Богом. А, отлично. Прямо легкий-легкий, воздушный такой, прямо лайтовый. Не знаю почему. Может быть, вот этот лук-резанец и вообще он не тяжелый получился. Вот в чем дело-то. Интересно. Надо баранину попробовать кусочек. Баранина тоже без, без какого-то лишнего запаха или какого-то вкуса. Прямо четко открытый. Очень открытый суп получился. Очень вкусно получилось. Первое впечатление, что он легко, легко идет. Такой, вроде насыщенный вкус. Чечевица есть, картошка есть, все есть, лук есть. Все, что есть, там как бы присутствие, но опять же, дает, наверное, вот сочетание чечевицы, лука и топленого масла. Рекомендую вам воспроизвести этот рецепт у себя на кухне. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. У нас будет много еще разных интересных супов, разных национальностей, разных народов, разных даже времен. Полезем во времена в исторические какие-то рецепты. Поэтому оставайтесь с нами и будьте счастливы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!